Омоложение педагогического состава прогнозируют в Восточном Казахстане. За последние три года средний возраст школьных учителей на Востоке снизился с 55 до 35-40 лет. В этот же период в школы региона трудоустроились свыше 700 молодых специалистов. По мнению экспертов, в сфере образования престиж в профессии серьезно простимулировал новый закон о статусе педагога. Нововведение в действии увидел Вячеслав Ветлогин. Наш коллега на время вернулся в школу. В школьных коридорах временное затишье, социальная дистанция и прочие антивирусные меры. Нынешние ограничения заставляют педагогов перестраиваться и работать по-новому. Для учебы на дистанционке 16 тысяч учеников и 197 учителей до конца учебного года обеспечены ноутбуками. В школах Усть-Каменогорска готовы к тотальной компьютеризации. Классные журналы заполняются в режиме онлайн, а полки с бумажной отчетностью переезжают в архив. В этих папках больше нет надобности. Планы учебных процессов теперь не расписывают. Все в одном документе – электронном дневнике. Если раньше наши коллеги составляли за месяц столько отчет, бумажный вариант, теперь мы только электронный вариант отправляем в вышестоящие органы. То есть дублирования теперь нет. Заполнить электронные дневники учителям старой закалки поможет продвинутая молодежь. Выпускники педагогических вузов снова идут в школы. Если еще в 2010-м одна городская средняя школа принимала не больше двух-трех молодых специалистов в год, то сейчас кадровый вопрос, по словам школьных директоров, проблемным не считается. Если 10 лет назад пришел один молодой специалист, мы на него смотрели и боялись, когда он, может быть, уйдет от школы, от нас. А сейчас, на сегодняшний день, в этом году я приняла 7 молодых специалистов. Устраивает молодых учителей и зарплата. Растет она ежегодно на 25%. А оплата за проверку тетради и классных дневников, кстати, выросла вдвое. Макса Трантай педагогический стаж еще только набирает. И от дополнительных часов не отказывается. Говорит, это профессиональная практика с хорошей доплатой. За дополнительные часы тоже оплачиваются. Получается, это как, у меня получается сейчас 27 часов. Я получаю полную зарплату за них. Это, получается, полтора ставки. Привлечение в сферу среднего образования преподавателей высших категорий, новый закон о статусе педагогов также стимулирует. В Казахстане доля магистров, работающих в школах, пока не превышает и 10%. Но и эта статистика поправима, считает профессор кандидат физико-математических наук Досымьер Болатулы. В профессионализме выпускников педагогических вузов он не сомневается. Поясняет, уже на стадии ЕНТ меняются требования к желающим учиться на педагогов. Повышение порогового балла при поступлении в вузы. То есть для педагогических направлений подготовки сейчас составляет 70 баллов. Раньше было это 50 баллов. То есть только наиболее одаренные и талантливые выпускники школ поступают на образовательную программу педагогического направления. С 2017 года с 200 до 400 увеличилось число ежегодных образовательных грантов только в Восточном Казахстане. За последние три года в сельские школы региона трудоустроились 4000 молодых специалистов. 678 работающих в сельской местности учителей получили единовременные денежные выплаты и беспроцентные кредиты на покупку жилья. Вячеслав Фитлугин и Жгер Бабаканов. Восточно-Казахстанская область. Итоги дня. Субтитры создавал DimaTorzok